Всем привет! Меня зовут Маника, и вы на моём канале YouTube. И сегодняшнее видео будет всё о мамопластике в Южной Корее. Кто подписан на меня в Инстаграме, знает, что я сделала мамопластику. С момента пластической операции прошло полтора месяца, и я наконец-то решила записать данное видео, потому что могу всецело оценить все плюсы, минусы, рассказать о боли, восстановлении, реабилитации после операции. Также подробнее расскажу о восстанавливающих процедурах, которые мне делали и делают в пластической хирургии, и расскажу вам, совпали ли мои ожидания и реальность. На самом деле данное видео я хотела снять сразу же в день операции, но оказалось, что это не так-то просто, потому что у меня просто не хватило физически сил. На следующий день я вообще ничего не хотела делать, не снимать, ничего. Ну и, соответственно, так шли неделя за неделей. Я восстанавливалась, ездила на процедуры, встречалась с хирургом и подумала, что лучше снять уже видео после того, как я более-менее восстанавливаюсь после операции и смогу дать вам такую полную оценку всех проделанных процедур и, собственно говоря, той же самой мамопластики. Начнем с того, что когда я выложила в TikTok видео о том, что я сделала мамопластику, многие писали о том, что «Боже мой, зачем ты это сделала?» Мужчины вообще многие не понимают, зачем женщины это делают. А у женщин возникают страхи по поводу наркоза, отхода от наркоза, о том, что даже многие девушки боятся просто не проснуться от наркоза. Есть девушки, которые не делают мамопластику только потому, что они боятся конструктуры. Это когда ваш организм отторгает имплант, инородное тело, и вокруг импланта образуется такая пленка. Она вообще образуется во всех случаях. Но если ваш организм не принимает имплант, то эта оболочка очень плотная и толстая. И такую оболочку обычно нужно удалять, иначе ваш имплант будет жесткий, плотный. Соответственно, грудь тоже будет на ощупь плотная и жесткая. У девушек очень много страхов, и у меня тоже они были, но я, несмотря ни на что, сделала это. Ну и многие спрашивали и задавали мне вопросы вообще, зачем ты это сделала? На кой черт тебе нужна была эта мамопластика? Начнем с того, что у меня всегда была небольшая грудь, но в молодости до родов она у меня хотя бы была. Хоть и небольшая, но она была подтянутая, упругая. И несмотря на небольшой размер, я могла себе позволить открытую одежду, какие-то открытые топы, купальники. Что после родов я уже позволить себе не могла. Имелась асимметрия, но из-за того, что грудь была молодая, асимметрии так сильно не было видно. То есть она была в ней сильно выражена. После первых родов и грудного скармливания моя грудь, она значительно увеличилась в размерах во время грудного скармливания. Ну а после она, конечно же, сдулась. Но история была не такая печальная. Поэтому я еще жила с этой грудью. Не скажу, что я прям мечтала об увеличении груди. Ну, можно было бы сделать, но на тот момент я бы, наверное, не решилась бы сделать операцию. Первые роды у меня были в 2010 году, и я думаю, что именно на тот момент я бы побоялась даже сделать мамопластику в Узбекистане. Многие делали, но я бы побоялась. Тогда я еще, наверное, морально была не готова. Ну а после вторых родов грудь вообще сказала, до свидания, я устала. Причем очень сильно устала, поэтому я в отпуск. Плюс в 2015 году мы приехали в Корею. И, ну, тут, конечно же, пластическая хирургия, она очень развита. Это девушки все делают себе грудь, талию, убирают живот, уменьшают руки, ноги, делают пластику на лицо. Ну, глаза — это вообще как в магазин за хлебом сходить. Я стала задумываться, но тут уже, конечно, было дело в финансах, так как мамопластика — это удовольствие не из дешевых. Все зависит от ваших индивидуальных особенностей, от птоза груди, насколько у вас обвисшая грудь. И самое главное — это импланты, то есть еще цена зависит от фирмы имплантов. Когда мы приехали в Корею, нам было не до груди, потому что были финансовые проблемы, и нам надо было работать с мужем. Я работала на заводе и думать не думала об мамопластике. Конечно, хотела, ну, как периодически просматривала там Инстаграм разных пластических клиник, смотрела девушек, у которых уже была сделана операция. Чаще стала задумываться об этом, стала искать пластическую хирургию, смотрела работы, читала отзывы, также наблюдала за девочками, которые уже сделали грудь, читала и в Фейсбуке отзывы о разных клиниках. Самое главное в выборе клиники для меня было хорошие отзывы, положительные отзывы, и чтобы в клинике был русскоязычный координатор, потому что без знания языка очень сложно объясниться, а постоянно возить с собой переводчика — это неудобно. Я нашла несколько для себя вариантов, ездила на консультации в эти клиники. В одной из клиник мне не очень понравился сам хирург, потому что всё-таки я выяснила, что когда ты встречаешься с хирургом, должен быть какой-то коннект между вами. Так вот, в одной из клиник мне не очень понравился сам хирург. Возможно, он суперспециалист и хорошо делает своё дело, но когда ты работаешь с людьми, сама знаю, как это сложно и тяжело бывает, но это твоя работа. Я считаю, что относиться к работе нужно серьёзно и ответственно. Хирург пришёл на встречу, просто поздоровался, ничего толком не сказал. Знаете, он с таким пренебрежением посмотрел на меня, и мне это не очень понравилось. Мне показалось, что всё-таки такое отношение именно из-за того, что я есть иностранка, и он так посмотрел, посмотрел на компьютере что-то, просто что-то написал на бумажке. Изначально перед консультацией мне сказали, что по приезду в клинику у меня будет примерка, и после примерки определяют, какой примерно размер импланта мне порекомендует хирург, но примерки не было. Была просто встреча с хирургом, которому я не очень понравился, и он мне не очень понравился. Он измерил мою грудь сантиметром, просто сам от себя, без примерки, сказал, какой мне нужно имплант примерно установить, и сказал, думайте, какой вы хотите имплант. Я сказала, что, скорее всего, склоняюсь к варианту Mentor Extra, так как мотива мне показался слишком круглым, и, как мне говорили, что именно с мотива можно сделать более поднятую грудь, что ли. Менее натуральная, наверное, потому что она больше наполнена силиконом. Mentor Extra наполнен на 80%, а Mentor Smooth еще меньше наполнен. То есть он вообще такой мягкий, и когда поднимаешь этот имплант, он очень сильно свисает только снизу. Я думаю, что с этим имплантом можно добиться прям супернатурального эффекта. Поэтому я решила, что это будет Mentor Extra. Хирург вышел, и все, я осталась переводчицей, она толком ничего сама посоветовать не могла. Примерку мы не сделали, ну и вот так вот мы и уехали. Поэтому эту клинику я вычеркнула из списка, поехала в другую. Также консультировалась онлайн в нескольких клиниках и спрашивала про цены, отзывы смотрела. Но когда я приехала в пластическую хирургию DA, во-первых, мне очень понравилось то, что весь персонал относится к вам как ко всем. То есть нет такого, что ты заходишь и с высокомерным видом на вас смотрят только потому, что вы иностранка. Во-вторых, мне очень понравился русскоязычный координатор, хотя я понимаю, что это не относится к работе хирурга. Приятно же, когда у вас по нескольким пунктам идёт плюсик. То есть плюс — это русскоязычный координатор, и плюс она очень приятная девушка, которая на все мои вопросы отвечает. Но я хочу знать всё подробно, поэтому задавала очень много вопросов, и на всё мне подробно отвечают. Русскоязычного координатора зовут Евгения. Если вы смотрите, то вам большой привет. С вами очень приятно работать. Евгения всё подробно мне рассказала, что меня ждёт примерно, что будет, про боль, про мои ожидания. Сначала я заполнила анкету вместе с Евгением. Там были фотографии примера того, какую бы я примерно хотела грудь, более натуральную или наоборот ненатуральную. И, кстати, когда я выбирала по картинкам, что бы я примерно хотела, выяснилось, что есть девушки, которые хотят, чтобы грудь была вообще неестественной, чтобы грудь выглядела как два шара, чтобы грудь выглядела просто как искусственная. Есть, оказывается, и такие. Хотя мне казалось, что все девушки хотят с помощью мамы пластики, хотят сделать более естественную грудь, чтобы она не сильно выделялась, так скажем, не сильно бросалась в глаза, что она сделанная. Но, оказывается, есть и такие. Далее мне сделали 3D-снимок. Ну, а после снимка я пошла на консультацию к хирургу. Хирург мне показался сначала очень молодым, но оказалось, что ему 40+. Выглядит он очень хорошо для своего возраста. Также у меня произошел такой коннект, можно сказать, с хирургом. Очень такой приятный мужчина. Все подробно рассказывает, на все мои вопросы отвечает, все подробно объяснил и разъяснил. Показал мне 3D-версию, как это примерно будет выглядеть после операции, насколько грудь увеличится. Порекомендовал от себя, какой имплант лучше поставить. Хотя я хотела 470 мл. Но хирург мне посоветовал поставить 405 мл. Это вот в самую маленькую грудь, так скажем. Вот у меня правая грудь, она очень маленькая по размеру была. И в правую сторону хирург порекомендовал поставить 405 мл, а я же хотела 470 мл. Очень долго и переживала я по поводу размера. В итоге в день операции я все-таки решила, что это будет 405 мл, так как рекомендует хирург. Не стала с ним спорить. Все-таки подумала, что, наверное, лучше сделать не такую большую грудь, потому что я еще побоялась, что с моим ростом, метр семьдесят четыре, сделав большую грудь, я буду слишком такой сверху большой. Поэтому сделала такой средний размер. В Диэй Пластик Сёрджери мне все понравилось, и я сначала, конечно, не дала точно ответ. Сначала я также сказала, что я поду, попозже дам ответ, все-таки в какой клинике мне делать операцию. И посоветовавшись с мужем, мы все-таки решили, что это будет Диэй Пластик Сёрджери, и мы с мужем уже поехали на вторую консультацию, где у меня была также примерка, но уже с мужем, чтобы он со стороны мог посмотреть и помочь с выбором размера. У меня есть влог на моем канале о том, как мы ездили на примерку с мужем, поэтому не буду здесь подробно рассказывать. И после уже примерки все, мы назначили дату, и осталось только ждать дня Х. И давайте перейдем в тот самый день, когда мне делали маму пластику. Я очень переживала, но накануне разговаривала со своим психологом. Она, во-первых, меня очень сильно успокоила, во-вторых, ее дочь тоже не так давно сделала маму пластику, но живут они в Казахстане. И выяснилось, что маму пластика в Корее отличается от Казахстана и Узбекистана, потому что также я еще смотрела работы доктора Джихангера. Работа у него, кстати, очень даже красивая, но я поняла одно, что у нас в Узбекистане и в Казахстане после маму пластики устанавливают трубки для оттока крови, жидкости, и нужно ходить на перевязки, и через сколько-то дней только эти трубки убирают. И белье, которое нужно носить после мамы пластики, оно, кстати, тоже отличается. Я наблюдала за девочками, которые носят в странах СНГ белье. Оно именно такое закрытое, полностью как топ на молнии. Даже носила совершенно другое белье, и у меня не было вот этих трубок. И я спрашивала у Евгении, почему ставят трубки, вернее, почему не ставят трубки в Корее. Она сказала, что их ставят в очень редких случаях. То есть если это доступ под грудью, то в таких случаях трубки не нужны. Также я по поводу размера тоже с психологом разговаривала. Она мне также посоветовала не делать большие, потому что с моим ростом, она сказала, это будет такой бабий эффект. А во-вторых, что и мне самой будет тяжело, потому что 405 и 325 — это уже 730 мили носить дополнительного груза на себе. Ну а если ставить такие импланты, которые я хотела, 470 и вторая там 450 или сколько, я уже не помню, то это ещё больше по весу. Она рассказала мне случай о том, что одна девушка также хотела большую грудь, установила большие, соответственно, тяжёлые импланты, и со временем у неё грудь очень сильно обвисла, то есть кожа стала тянуть вниз, стала, во-первых, обвисшая, тяжёлая, и вот прям вниз ушла. Не знаю, по какой причине это было. Возможно, неправильно установили ей имплант как-то, но со временем она удалила большие и поставила меньше, и сейчас ходит довольная, и это не тяжело, и это, наоборот, приносит радость. Поэтому я также решила не рисковать с большим размером. Итак, назначенный день. Мне нужно было приехать в клинику в 7.50 утра. Меня сразу же отправили переодеваться, дали мне одноразовое бельё и штанишки от клиники и вверх. Далее муж оплатил в день операции уже оставшуюся сумму, потому что до этого мы внесли полсуммы, и уже в день операции мы внесли остаток. Полностью оплатили операцию, и мне нужно было умыться и ополоснуть рот специальной жидкостью. Перед операцией я ещё раз настояла на встрече с хирургом. Мы ещё раз обсудили с ним размер, и всё-таки я решила его послушать и установить 405 мл в правую и 305 мл в левую. Также он уже сделал разметки на моей груди, на теле, всё отметил, измерил, и сказал, что встретимся в операционной. Далее я уже попрощалась с мужем и спустилась в операционной. В операционной, конечно, уже так чувствуется холодок, такой небольшой мандражик. Там, во-первых, температура ниже. Когда заходишь в кабинет, кушетка посередине, свет, какие-то трубки, аппараты стоят. Немножко так жутковато. Меня уложили, подняли ноги, на ноги там что-то стали крепить. Далее в вену впустили какое-то лекарство, но я особо ничего не чувствовала. Потом уложили так солдатикам, стали меня завязывать. Уже дали подышать маской, сказали дышать спокойно. Я лежала с открытыми глазами, думаю, не буду спать, буду до последнего держаться и бороться. Параллельно с маской также ещё какой-то укол или капельца. Мне установили в вену. Тут уже немножко было такое пощипывание жжения, но меня предупредили. Ну и всё. Я просто в какой-то момент вырубилась, закрыла глаза и всё. Уснула крепким сном. Проснулась от того, что меня стали будить. Всё было в таком небольшом тумане. Меня будят. Я вроде открываю глаза. Я вроде как в этой же палате. Я смотрю на грудь. Она вся перевязана эластичным бинтом. Меня поднимают, одевают, сажают на коляску, куда-то увозят всё это в тумане. Снова поднимают, перекладывать на другую кушетку. Я мёрзну, потому что мне очень холодно. Я прям трясла от холода. Меня укрыли тёплым одеялом. Плюс пустили под одеяло тёплый воздух, чтобы я быстрее согрелась. И вот я трясусь от холода. Мне плохо. Подключают там датчики, давление. Всё измеряют. И я сидела так недолго, как мне казалось. Не знаю, сколько я так просидела. Приходила в себя. Спать мне не разрешали, хотя очень меня рубило. Прям хотелось сильно спать. Меня мутило, тошнило. Даже в какой-то момент были такие рвотные позывы. Но не могла я из себя ничего выдавить. Просто мне было плохо. Медсестра сказала, что как только я смогу встать на ноги, немножко походить, то меня могут спустить вниз. То есть уже можно будет выписываться. Я собралась силами и мыслями. И согрелась уже. И сказала, что всё, давайте попробуем походить. Меня подняли. Я походила. Вызвали Евгению. Она пришла за мной. Забрала меня. И на тот момент, пока я лежала там, я не скажу, что прям что-то чувствовала. Я не чувствовала грудь, не чувствовала боли. Единственное, я чувствовала небольшое как бы такое пощипывание с левой стороны. И когда мы уже выходили из операционной, мы ждали лифт, встретили хирурга. И я ему сказала, что я испытываю дискомфорт в левой груди, такое пощипывание, а справа вообще ничего не чувствую. И он сказал, что оказывается, во время операции, когда он установил имплант, оказалось, что левая грудь, несмотря на то, что там меньше был имплант, 305 миль, а здесь 400, она оказалась визуально больше. Поэтому пришлось этот имплант изъять и установить 295 миллилитров. Поэтому, видимо, из-за того, что два раза мне побеспокоили данную грудь, она у меня немножко как бы пощипывала. Поэтому я чувствовала вот этот дискомфорт. Но он меня успокоил, сказал, что операция прошла успешно, без никаких осложнений, что переживать не нужно. Я встретилась с мужем, муж пошел с Евгением в аптеку купить обезболивающее лекарство. И пока я сидела, ждала их, у меня вот снова был родный позыв. Я пошла в туалет. И вот уже после того, как я сходила в туалет, мне стало намного легче. Мы взяли лекарства и поехали домой. Да, в Южной Корее выписывают в тот же день. Нужно лежать в клинике. Вас сразу же выписывают, как только вы встаете на ноги и можете ходить. С собой мне дали послеоперационный пакет и документы об оба планка, которые мне установили. И размеры также были прописаны. Послеоперационном пакете была еда, которую мне можно было есть. Это был тюк классический, который я обычно покупаю, когда у меня болит желудок или когда я ходила с брекетами, не могла есть еду. В общем, вот такой тюк. И еще более жидкий вариант тюка. Также была камбуча и какой-то напиток. Ну вот все, выложу и покажу. После того, как мы приехали домой, я сразу легла, но лежать можно было только в таком полусидячем положении. Нельзя ложиться на спину. Наверное, где-то месяц я вообще не ложилась на спину, спала только вот в таком полусидячем положении. Боли я в первый день вообще не чувствовала. Я вообще не чувствовала грудь, особенно правую. Вот единственное, левая немного, так скажем, пощипывала, как будто вот временами. Вот она. Я вот лежу и как-то двинусь, она такая, так щепит немножечко. А так, нет, никакой боли я особо не чувствовала. Вот это состояние отхода от наркоза, наверное, было самое неприятное из всего, что было со мной после мамопластики. Потому что вот приехав домой, меня все трясло, вот это вот тошнит, мутит, ты лежишь, и вот ты не можешь найти себе место, и есть нельзя, и особо пить нельзя. попозже, конечно, мне стало легче, я вот выпила вот этот жидкий тюк, и то я не могла его толком тоже есть, потому что он не лезет, но желудок, он урчит от голода, даже уже болит, так как накануне я тоже не ела, к операции готовилась, то есть перед операцией там тоже нельзя есть определенное количество часов. Немного выдавила в себя этой жидкой каши, выпила немного молока, позже, где-то в часов 12, я захотела есть и подумала, что смогу съесть вот эту жидкую кашку. Я решила съесть тюк, и я его поела нормально, всё, и чуть позже, где-то, наверное, через 2 часа всё ушло обратно, но мне, кстати, полегчало, когда всё это вышло обратно, как-то даже легче стало, и я вот легла спать. Не скажу, что прям крепко спала, да, было дискомфортно, но я всё-таки спала. Проснувшись утром, у меня также не было сил, но я нормально поела, уже не мутила, не тошнила, просто не было сил. Мы поехали с мужем поели калькуксу, я прям поела с удовольствием, наелась, и после этого вот я снова, можно сказать, вернулась к нормальной жизни, нормально стала питаться, ела всё, что я ела и до этого, и как бы всё было ок. Через 3 дня мне нужно было ехать к хирургу, и вот эти 3 дня я пила обезболивающее лекарство, и я не скажу, что я прям испытывала какую-то боль. Во-первых, вся грудь была перевязана эластичным бинтом, плотно-плотно. Я не то, чтобы чувствовала боль, а просто вот это давящее состояние, оно не очень приятное само по себе, да. Кто перевязывал грудь после ГВ, я думаю, меня поймут, но я не скажу, что было больно. Порой просто бывало моментами, что грудь как будто начинает мыть, но не скажу, что прям боль, нестерпимая, просто ноет в каких-то местах. В основном у меня ныла вот левая грудь, под грудью где-то, ну, мне оказалось, что где-то под грудью, внизу, она вот щепела и местами так тым-тым, такая вот ноющая, какая-то пульсирующая, действующая на нервы, так скажем, боль. То есть это не прям больно-больно, не могу, невозможно терпеть. Хотя многие говорили, что после мамопластика такое состояние, как будто тебе на грудь положили бетонную плитку и там всё пережимает, сжимает, сдавливает. Нет, у меня, по крайней мере, такого не было, хотя у меня низкий болевой порог и я именно за боль очень сильно переживала, но такого не было. Я пробыла дома, старалась лежать, особо ничего не делала и вот на третий день я поехала навстречу к хирургу, швы у меня были внутренние, поэтому швы мне не снимали. Мне сняли вот этот эластичный бинт и я наконец-то увидела свою грудь. Когда сняли эластичный бинт, я увидела, что грудь моя немного разная и немного кривая. как объяснил хирург, что вот левая грудь в ней кожа была побольше и сама грудь побольше, но имплант при этом поменьше, поэтому она уже более-менее сразу более красивые очертания обрела. А вот правая грудь из-за того, что кожи мало, грудь маленькая и при этом большой имплант, соответственно, для того, чтобы этот имплант красиво как нужно встал, нужно время, чтобы, во-первых, немного растянулась кожа, имплант должен немного спуститься, потому что именно правая грудь была немного приподнята. Я сначала, конечно, очень не испугалась и переживалась, на что мне хирург сказал, что переживать не нужно, просто нужно носить вот это белье специальное, которое мне дали, его вообще не снимать и спать, и днем, и ночью в нем ходить, и постоянно носить вот эту повязку сверху, которая будет удерживать имплант и спускать постепенно импланты вниз, чтобы они обрели более такой красивый естественный вид и стали на место. Импланты устанавливались под мышцу и был у меня доступ под грудью. Почему под грудью? Потому что я все-таки побоялась трог ореолу. Во-первых, читала в интернете, что можно потерять чувствительность. Во-вторых, под мышками я тоже не хотела делать, потому что, во-первых, эта операция более сложная, самая простая из всех доступов это вот под грудью. Но меня также успокоили, что шрамы, они будут практически не видны. Поэтому я и решила, что лучше более простой вариант выбрать это под грудью. В тот день, когда мне сняли вот эти бинты, через три дня после моего пласти грудь была значительно отекшая, чем сейчас. Потому что сейчас уже отеки, конечно, спали, более-менее основные, так скажем, отеки. Но сказали, что еще грудь будет восстанавливаться, и это еще не конечный результат. Поэтому отеки еще тоже есть, и они тоже спадут. И в тот же день у меня еще были также восстанавливающие процедуры. Первый — это лазер от отеков, а второй — это кислородная камера, в которой ты лежишь, и туда под большим давлением идет кислород. И поэтому, когда лежишь в камере, в этой уши закладывать. Но благодаря этой камере идет более быстрое восстановление вашего организма. Через четыре дня у меня снова были процедуры восстанавливающие, хотя на процедуру я могла ездить вообще каждый день, как мне сказали. Но у меня не было столько времени ездить на процедуру каждый день, потому что все-таки клиника находится в Сеуле, и это примерно час-полтора от моего города. Поэтому вот мне назначали день, и я ездила в эти дни. Были восстанавливающие процедуры, это также лазер от отеков и кислородная камера. И на протяжении всего этого времени могу сказать, что я не чувствовала какой-то особой боли. Боль была первую неделю, как я сказала, но она была терпимой. Это вот эти нытьё, где-то вот в каких-то местах. Особенно вот здесь вот по бокам грудь бывало так-так ноет, как будто бы тянет. Но я не скажу, что это прям нестерпимая боль. После того, как я пропила обезболивающие, мне прописали ещё одно лекарство. Через неделю, получается, я стала принимать лекарство от конструктуры и принимать мне ещё его примерно два месяца. И на протяжении этих полтора месяцев я ездила на восстанавливающие процедуры. Недавно также ездила, и мне делали уже капсулит. Это устанавливают вот такие штучки сюда по бокам. Они как будто бы бьют током, но как мне показалось так не очень приятно. 10 секунд здесь, 10 секунд здесь. Благодаря капсулиту тоже там восстановление идёт быстрее, отёки уходят. Капсулит, лазер от отёков, а потом кислородная камера. Также через три недели примерно у меня была ещё одна встреча с хирургом. Он всё посмотрел, сказал, что ещё идёт восстановление, но уже можно снять вот эту повязку сверху, то есть не нужно сдавливать вот этот имплант, потому что левая грудь, она уже в принципе спустилась как нужно. Если я буду дальше носить для того, чтобы давить на правую грудь, то левая грудь может ещё больше возможно спуститься, поэтому мне сказали убрать эту повязку сверху, сдавливающий бандаж, и ходить только вот в белье специальном. Примерно через 10 дней хирург уже сказал, что можно вообще снять вот это специальное бельё, носить его только на ночь, в нём спать, а в обычные дни носить спортивные бра. Конечно же в спортивных бра ходить намного удобней, потому что когда я садилась в специальном белье записывать видео, меня иногда тоже подташнивало. Я два раза садилась записывать видео про мою пластику в этом белье, но меня прям подташнивало, потому что это место, где солнечное сплетение, оно у меня как-то очень чувствительное, что если мне там дискомфортно, то мне прям плохо. Поэтому я садилась два раза записывать видео про мою пластику, но не могла закончить, потому что всё, меня всё нервировало, я выключала и всё убирала. Поэтому вот сейчас я ношу спортивные бра, мне уже полегче, ношу специальное белье только на ночь перед сном, и наконец-то записала данное видео и всё подробно рассказала. Что касается правой груди, спустилась ли она, она спустилась и довольно-таки нормально спустилась, практически она сравнялась с левой грудью, но ещё нужно ждать, когда она ещё чуть-чуть спустится и кожа всё-таки ещё растянется. На сегодняшний день с каждым днём грудь становится более симметрична, то есть правая она спускается и, соответственно, становится на уровне левой, хотя когда она была приподнята, она оказалась меньше, чем левая, и вот это меня очень сильно напрягала. Но сейчас я вижу, что реально всё, что говорил хирург, так и происходит. Сейчас я практически боли вообще никакой не чувствую, как будто эта грудь всегда была со мной. Единственное, когда я переутомлюсь, допустим, на кухне слишком много повожусь, начинаю дома убираться или на работе, то я чувствую, как вот здесь по бокам у меня начинает немного ныть, и всё, я понимаю, что мне нужно отдохнуть. Я просто всё оставляю, ложусь и отдыхаю, и тогда боль проходит. Но боль тоже, она не прямо сказать боль, а просто такая тянущая, ноющая, я понимаю, что я уже перенапряглась. Только, по-моему, через три месяца после разрешения хирурга можно будет делать упражнения на верхнюю часть тела, но сейчас мне разрешили делать упражнения на нижнюю часть тела. Можно будет делать там приседания, но не переусердствовать, не перенапрягаться, так, на лайте всё делать, потому что, во-первых, я набрала два килограмма за время реабилитации, так как первое время я лежала, особо ничего не делала, но при этом ела, как обычно, а заниматься нельзя было, можно было только ходить на улице, то есть, такие небольшие пешие прогулки. И ещё, после мамопластики, когда выносите вот это специальное мельё, весь отёк с груди, он может спуститься в живот, что у меня, в принципе, было. Живот у меня был такой большой, сдутый. Это был отёк. Меня предупреждали, чтобы я не переживала, и отёк реально ушёл. Сейчас мой живот стал такой прежний, но сейчас я начала заниматься спортом. Ну, как спортом, я хожу на степере, потому что ходить по улицам мне некогда, и когда я прихожу к себе на работу, у меня там степер, и вот я на степере хожу, делаю упражнения из приложения Куат. Я о нём, кстати, уже рассказывала. Хорошее приложение, очень нравится, но оно, правда, на корейском. Немного там приседаю, и то не сильно руками. Вообще ничего не делаю, их не напрягаю. Всё делаю на лайте, но хотя бы уже что-то надо начать, чтобы привести себя в форму. Жду не дождусь, когда уже можно будет полноценно заниматься спортом, и хочу ещё больше похудеть, убрать вот эти проблемные руки, да, бока, и хочу сделать уже более такую, знаете, красивую фигуру, потому что у меня стоит цель сейчас после того, как восстановится грудь, уже заняться очень плотно своим телом, потому что грудь, она меня прям вдохновляет на это. Я прям смотрю в зеркало, и я вижу женственные очертания. Неделю тому назад я ездила на восстанавливающую процедуру, и также у меня было назначено УЗИ. На УЗИ мамолог должен был посмотреть, всё ли в порядке с моей грудью, как она восстанавливается, и есть ли конструктура. Он посмотрел и сказал, что всё классно. Я вот успокоилась, потому что с грудью всё нормально, она хорошо заживает, сейчас грудь, если его до неё вообще не притрагиваться, не трогать, то как бы я ничего не чувствую. Нормальная грудь, моя грудь, как будто бы я всегда так ходила и всегда такой была. Но когда трогаешь грудь, понимаешь, что она ещё пока совсем не чувствительна. Ощущение, когда я начинаю дотрагиваться до груди, как будто вот, я думаю, что многие знают это ощущение, когда вам вкалывает обезболивающее в десну, и вы просто не чувствуете вашу губу, потому что губа начинать не иметь. И когда вот вы дотрагиваетесь до губы, она такая неприятная, какая-то немая. Вот у меня сейчас такое же с грудью. Когда не трогаю, всё нормально, но когда начинаю до неё дотрагиваться, то я понимаю, что она ещё вот в таком состоянии. На ощупь она стала, кстати, чуть-чуть мягче, но я, конечно, её стараюсь не жмякать, не трогать, просто так по ощущениям сравнивать с месяцом назад. Да, она была прям очень жёсткая такая, и даже на вид было видно, что она прям такая вся наполненная, жёсткая. То есть сейчас я вижу, что отёки уже основная часть ушли, и грудь, когда вот трогаешь, она реально становится с каждым разом мягче. Где-то примерно через три месяца, по прогнозам хирурга, грудь должна быть уже значительно мягче, и чувствительность к ней тоже должна вернуться. Но полное заживление примерно вот полгода, грудь становится такой, какой она должна быть. А вообще полное восстановление, как мне сказали, примерно год. Но всё это время нужно носить спортивные бра из косточек, и в них спать, и в них ходить, то есть не снимая в них быть. Но мне это не приносит никакого дискомфорта, и я сейчас могу просто носить эти спортивные бра без наполнителя. Я очень довольна, рада результатам, что наконец-то я это сделала. Так что, если вы хотите сделать, я однозначно буду рекомендовать вам делать. Вот мне в личку писали о том, что вот, это же как бы больно может быть, или может быть контрактура. Ну, девочки, если об этом думать, оно и будет. Просто настраивайте себя на положительные эмоции, на положительный результат, и всё у вас будет хорошо. Потому что, посмотрите, сколько девочек сделали маму-пластику, и довольны результатом, нет никакой контрактуры, и особо боль не испытывали. Поэтому это всё дело случая, и не надо об этом думать, а просто нужно настраивать себя на то, что у вас всё будет хорошо. И также, когда я вышла однажды в эфир в ТикТоке, одна знакомая написала, что её муж не разрешает ей делать операцию. То есть, она хочет, и даже у неё есть финансовая возможность на это, но её муж категорически не хочет, чтобы она делала грудь. По какой причине? Но многие мужчины против. И в этом видео хочу сказать большое спасибо моему мужу, который меня поддерживал, и выслушал все мои капризы, мытьё. Он помогал мне даже мыть голову, сушить волосы. В общем, полностью ухаживал за мной. И первое время я не нагиналась, поэтому он мне помогал даже одевать обувь, открывал двери. Не могла даже дверь открыть, потому что, когда я открывала дверь, я чувствовала, как напрягается вот эта часть. Сейчас я могу открывать дверь и поднимать что-то более тяжёлое, резать что-то твёрдое. Первое время я не могла этого делать, потому что, когда я даже открывала дверь, я чувствовала натяжение, я старалась не напрягаться. Поэтому хочу отдать должное моему мужу и сказать ему большое спасибо, а также моим детям, моим мальчишкам, потому что они тоже знают, что я делаю моему пластику, я им всё объяснила, зачем, почему я это делаю. Они меня тоже поддержали, и всячески мне помогали, приносили, что-то подавали, всегда мне открывали двери в машине, закрывали. Я даже не могла выйти из машины, потому что нужно было оттолкнуть дверь, чтобы она открылась, хотя казалось бы, это такое лёгкое движение, к которому мы так привыкли, но мне дети открывали двери, носили за мной пакеты, ходили со мной за продуктами и до сих пор ходят, помогают мне. Я сейчас не поднимаю тяжести, ну потому что лучше поберечь себя от того, чтобы поднимать тяжести, потому что были такие случаи у девушек, которые также делали операцию, и мне рассказывали, что одна девушка просто что-то подняла, там примерно 3 килограмма это весило, она подняла вес и почувствовала, что у неё разошёлся изнутри шов, и то есть сейчас, когда она трогает шов, она чувствует, что внутри там вот не так всё как нужно, то есть он разошёлся. По поводу шрамов после маму пластики, они стали намного меньше, первое время, даже когда прощупывала шрамы, были такие бугорки, сейчас этих бугорков практически нет. Также мне назначили специальную мазь от шрамов, сначала нужно мазать одно средство через какое-то время, когда всё подсохнет, второе. Кажется, в январе у меня ещё будет процедура лазерная, мне будут убирать шрамы, и я одно могу сказать, что я безумно рада, что сделала маму пластику, и теперь я просто жду лета, чтобы купить себе красивый купальник, потому что, когда у меня была маленькая грудь, я не могла себе этого позволить. Вот сейчас я хочу вам рассказать именно о проблемах девушек с маленькой грудью. Хочешь красивый купальник? Не можешь себе его позволить, открытый купальник, потому что у тебя небольшая грудь. Плюс у меня ещё же асимметрия была, и вот одна грудь, она сидит как раз, а вторая грудь проваливается, и это очень некрасиво. Чтобы ты туда не подставляла грудь, она, ну её не будет вот здесь вот видно из купальника, потому что, ну, нечему там вываливаться, даже если ты подложишь туда какие-то подушечки. Очень сложно было подбирать нижнее бельё, без галтера, так как на одной груди всё хорошо, на второй не очень. Если подбирать под правую, то левая вообще будет тесно. Я старалась покупать с большим наполнителем, с пушапом. Хотя бы, если бы у меня не было асимметрии, наверное, было бы легче, пусть она и маленькая, но всё равно легче подбирать было бы одежду, бельё, купальники. А сейчас вся эта проблема позади, я безумно рада. И теперь могу позволить просто любой купальник, который мне понравится, любой вырез, любое бра без косточек. Могу с удовольствием носить бра без косточек, без наполнителей, потому что мне достаточно того, что у меня сейчас есть. Поэтому, девочки, если вы хотите сделать маму пластику, то не думайте, делайте. Что-то, вы знаете, изнутри меняется, такая какая-то женственность ещё больше проявляется, уверенность в себе ещё больше проявляется, чувство вот этой удовлетворённости, что ты сделала то, что ты так сильно хотела. Поэтому вот увеличение груди я бы рекомендовала всем девочкам, которые хотят, думают и мечтают. Потому что, когда вы что-то меняете в своей внешности, то, что, по вашему мнению, вы бы хотели поменять, и то изнутри вы меняетесь тоже. То есть, меняетесь снаружи и меняетесь изнутри. И вроде как всё рассказала. Если что-то забыла, обязательно напишу что-то в описании, оставлю контакты, клиники. Если у вас есть вопросы по поводу мамы пластики, то о чём я здесь вам не сказала, оставляйте комментарии, и я обязательно отвечу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и увидимся в следующем видео. Пока!